Всем привет, друзья! Как у вас дела? У меня дела замечательные. Я сейчас стопаю в зал. Сегодня хотела пойти на силовую тренировку и на растяжку, как обычно, но силовую проспала и потом подумала такая, все равно спиннаболит, пока не буду делать. Пойду сейчас на растяжку схожу и после этого мне нужно будет быстренько ехать по делам и потом пойду сегодня на массаж. Решила, что сегодня нужно себе устроить спа-день, поэтому меня ждут два часа различных всяких спа-процедур потом, но это вечером. Так, я уже пришла домой, сейчас покажу вам, что я заказала на доставке вчера вечером, а здесь мама пожарила, смотрите, ножки куриные с овощами. Так, это узбекская дыня торпеда, она сейчас должна быть сладкая, поэтому я ее взяла. Бананы, килограмм клубнички, там всегда должна быть свежая и спелая. Но она, в принципе, бордовая, очень красиво выглядит, вечером ее можно будет полопать за сериал. Красный перец взяла, алычу, алычу, чтобы с солью поесть. Вот такой еще красный перец тайский взяла, тоже очень вкусный. Это баранина филе, что-то вдруг захотелось баранину на плов. Это именно она идет к плову баранина. Да, будет очень вкусно. Взяла две улитки с корицей, просто чтобы с чаем поесть морскую капусту по-корейски. Это что у нас? А, это я взяла сыр камамбер с сухариками. Это я взяла тофу, чтобы корейский супчик сварить. Сметана 25-30% как каймак, самая вкусная, самая обалденная. А, это я уже давно брала. Вот такой получился мини-закуп до отъезда, до моря. Теперь пока что на доставках будем держаться, чтобы много продуктов прям не закупать. Именно столько, сколько мы съедим. Клубника бордовая. Прям очень сладкая. Скажи сладко. Я иду прям по центру. Здесь, конечно же, как всегда, пробки. Жара сегодня 28 градусов. Я надела платье вообще без ничего и так легко. Но без очков, конечно, вообще никуда. У меня сегодня по плану косметолог. Я буду делать уход для лица профессиональный. Потому что у меня кожа сухая. А для того, чтобы поехать на море и не высушить ее еще больше, мне нужна, собственно, такая процедура увлажнения и питания. Именно профессиональная. Потому что дома не всегда это получается. Сделать домашним уходом. И потом я в спар пойду. Это тоже здесь в центре. Вообще будет кайфно. О, пойдемте. Такие страшные проходы, которые я всегда боюсь. Блин, вот так вот летом прогуляться по центру вообще. Такой кайф на самом деле. Причем мне нравится в Москве, потому что не слишком жарко. Все равно это нормально. Даже 30 градусов в Москве они ощущаются достаточно комфортно. И вот так ходишь, пешочком гуляешь, наслаждаешься в жизни. Я поняла, что сейчас самый лучший период взрослой жизни, когда ты еще молодая, красивая, зарабатываешь. А когда ты еще совсем молодая, но еще не зарабатываешь. У тебя очень много каких-то хотелок. И не получается все это восполнить. И ну то есть в общем я еще хочу сказать. Либо ты молодая и без денег, либо ты уже старая, но уже с деньгами. И вот эта золотая середина должна быть. Ей нужно кайфовать и наслаждаться. Показываю вам Москву в самом ее центре. Такие все красивые здесь архитектурные здания. Не часто показываю вам, потому что вечно куда-то бежишь по делам, еще что-то. А вот так прогуляться возможность есть не всегда. Ну и поэтому, собственно, многие не выдерживают именно московский темп. Все здесь и бегут куда-то. Что-то надо делать, что-то надо добиваться постоянно. Да, согласна? Ой, показываю вам красивую люстру. Она прямо идет сверху. И вот прям донизу. Красота! Такое инстаграмное место, здесь даже пофоткаться можно. У нас с вами куперозная кожа довольно-таки. И есть пост-акне. То есть поры, ну раз, ну расширены. Мы с вами сделаем пилик, проект T33. Он всесезонный, его можно всесезонный. То есть он безопасный, неважно, что солнышко у нас сейчас. Но мы с вами очень хорошо проработаем нашу проблему с вами. Смотрите, как красиво здесь вот эта вот зеркальная мебель. Очень нравится мне, как смотрится. Напишите в комментариях, он такой стиль вообще как. Телевизор. Здесь у меня кондиционер включили. Потому что, да, очень жарко. Короче, мы проработаем купероз. Мои вот эти, ну то, что вот сказал косметолог. И как раз можно будет потом на отдых ездить спокойно. Так, я не знаю, вам видно будет или нет, но я уже вижу. У меня лицо такое стало, знаете, гладкое. Прям я говорю сейчас своему косметологу, что как будто бы его натерли. И оно блестит. И настолько гладкое. Вот я прикасаюсь. Сейчас я даже покажу вам на солнце. Ну видно, нет вот этих покраснений, каких-то купероз. Там и какие-то шелушинки мелкие у меня были. Сухость была. Сейчас такого нет. То есть такое ощущение, как будто у меня кожу... И вот так вот подтянули. Отшлифовали. Ну эффект, конечно, классный пилинг. А мне еще косметолог сказал, что прийти после моря, и будет такой курс. Прям вообще будет хорошо для кожи. Я уже пришла в спа. Здесь вот так. Симпатичненько, уютненько. Так, меня ждут 2 часа кайфа. Смотрите, здесь все как симпатичненько. Все, я ушла. О, мимо зеркала не пройду. В общем, я только что вышла сейчас со спа-салона. Кстати, красивое платье. Почему я его хотела выбросить, я вообще не понимаю. Мне как раз таки нравилось, что оно длинное, но подклад здесь идет короткий. То есть оно как бы короткое, но при этом длинное. Видимо, был просто не сезон, было холодно. Я подумала, э, выброшу. А оно мне так нравится, такое женственное, нежное, прям вообще. Короче, давайте я вам расскажу, что вообще со мной делали. Потому что это просто взрыв мозга. Короче, я пришла туда. Меня посадили в бочку. Ну, я выбрала специально такую программу, которая мне вот нравится. Первый раз Вика мне подарила сертификат на день рождения. Типа, вот, иди сходи на спа. А именно на таком полноценном спа я давно не была. Но я была что-то там по отдельности, да, какую-то определенную зону, какую-то процедуру. А вот именно полная релакс-программа, это Вика меня на это подсадила. Потому что она говорит, сама ты себе не возьмешь. Постоянно то дела, то еще что-то. И подарила. Я сходила, мне это понравилось. Я сейчас вот регулярно хожу, и теперь я это совмещаю. Во-первых, спа-процедуры, и плюс еще массаж. Ну, массаж мне это уже врач прописал прямо в этом смысле этого слова. Посадили в эту бочку, распарили меня. Отшелушили меня полностью. Потом каким-то кремом намазали. Что-то там еще делали. После этого массаж был с маслом кокосовым. И сейчас я иду, вся такая пахнет вкусно. Там можно было еще выбрать обертывание. А, обертывание же еще делали. Вообще про него забыла. И полчаса в этом обертывании я лежала. Я выбрала еще с ароматом манго. А манго я очень люблю. Манго и кокос. Сейчас кокосовое масло использовали. Манго и обертывание. Вообще это улет. Я полчаса там лежала такая. Думаю, как же классно. Ой, здесь можно за руку перейти. Как раз мне нужно. И я такая уснула даже там. А массаж вообще шикардосный. Делал, кстати, молодой парень. И я заметила, что массажисты хорошие. Именно молодые парни. Потому что мне делала массаж и женщина тайка однажды. Ой, там вообще ужасно было. Больно, неприятно. Никакого кайфа никогда не получила. Вот. И сегодня у меня прям получился день любви к себе. А чувствую я себя прекрасно вообще. Замечательно. Такие облака. Я сегодня буду спать просто как младенец. И вот эту тему я подняла. Да, насчет того, что сейчас самое лучшее время. Во-первых, потому что у меня нет крупного ребенка. И я не сижу в декрете. Потому что для меня это как армия. В декрете все. Мозг атрофируется у большинства женщин. И я была бы в числе. Я сейчас уже не та маленькая там девочка какая-то. У меня уже есть дочь. Большая. Умница, красавица. Там фонтанчики. Я сейчас пойду заберу свой заказ в аптеке. У меня еще заказ на Валберсе опять. Я там сделала очередной заказ. Но сегодня забирать его не буду, потому что не все пришло. Чтобы два раза не ходить, за раз все заберу. Вот если кто-то еще не ходил там, не балует себя по каким-то причинам. Там спа-процедуры, массажи и так далее. Всем советую заботиться о себе, о своем здоровье. И я еще поняла, что все можно делегировать. Я раньше как-то над этим не задумывалась. Именно в плане делегирования каких-то забот по телу. То есть делегирование для меня это все, что касается работы, рабочих моментов. А по сути можно делегировать даже купание своего тела. Вас и помоют, и помнут, и что угодно. Сделают вообще. Любой каприз за ваши деньги, как говорится. И после таких процедур очень хорошо прилипнет загар. Он будет ровный, шоколадный. И останется мне еще до отъезда на море. Сделать ресницы, брови, птикер. Встретились с Каролиной. Да, Лака. Сейчас идем в магазин. Что ты хочешь взять? Мы с Каролиной встретились. Зашли по делам. Забрала я все лекарства. И сейчас она что-то хочет себе. Мухобойка. Брелок. Это не мухобойка, это теннис. Теннис. Мухобойка. Так, а у нас сегодня доставочка. Здесь у нас люляшки. Мухобойка. Кебабки. Кебабки. Всякие разные. Лепешки. С узбекского кафе заказали доставку. И сейчас будем это есть. Очень вкусно. Горит. Все прям с пылу зару. Хорошо. С овощами, с чаем. Покажу вам, что из лекарств я купила. И что вообще с собой заберу на море. Значит, капли для ушей обязательно. Потому что было, когда ездили на море, уши не болели. А другой год мы поехали, и уши болели у меня у Каролина. Декспантенол. Но я, правда, еще возьму другую мазь. Но на всякий случай, если будут ожоги, это мне капли глазные от аллергии. На всякий случай. Хотя у меня сейчас уже конъюнктивит прошел. Но все-таки тетрациклин. Панкреатин на случай, если живот будет болеть. Таблетки для горла. Нурофен обязательно. Перекись. Это тоже я взяла на всякий случай. Прочитала, что воспаления всякие могут быть. Это я беру с собой корейский клей от порезов, от каких-то ранок. Это вообще шикарная вещь. И можно ходить вообще спокойно. Немесил. Панадол беру. И смекту с эльгидроном. Чего я тут забыла или не положила, или наоборот, может быть что-то лишнее. Напишите, пожалуйста, в комментариях. А, еще беру с собой вот такой походный градусник. Может, что-то нужно еще взять? Но я не люблю брать именно очень много всего. Прям вообще, чтобы рассчитывать, что я там буду болеть, или Каролина будет болеть. Нет, я все-таки рассчитываю на то, что мы будем отдыхать. И на всякий случай, если вдруг что, чтобы как минимум самое базовое необходимое было. А это как раз-таки то самое базовое. Так, всем еще раз привет. Сегодня будет классный день у меня. Во-первых, я сейчас собираюсь, потому что мне нужно будет поехать на занятие по вождению. Сегодня у меня прям будет очень много, скажем так, дел. Потом мне нужно будет заехать к своему агенту, забрать ваучеры на путешествие. То есть нужно забрать все документы, плюс какое-то там приложение установить. Вот это вот все. Я буду распечатать сертификаты о вакцинации. Хоть где-то когда-то понадобилась вакцина, и я не зря болела дважды. Хоть на этом какой-то плюс. Но, кстати, по прилету, по прилете, нужно будет Каролине сдать ПЦР. Потому что она единственная невакцинированная. И ей придется пройти через весь этот ад. Это, конечно, трэш. Я сейчас нанесла тональный крем. И вы можете заметить, насколько он хорошо лег. Ну, кожа такая вот ровная прям от него стала. Что мне еще сегодня нужно будет сделать? Сейчас, перед тем, как поеду, мне нужно будет очень много поработать, посидеть, почитать документацию. На это у меня всегда очень много энергии уходит на всякие документы. Потому что всегда... Ну, не знаю. С бумажками возиться это всегда было не мое. Нужно бы сегодня разобрать вещи. Вообще, по-хорошему, нужно мне отфоткать образы для стилиста. Я сейчас со стилистом начала работу. Но все никак на это времени не хватает. Если сегодня успею, сделаю это. И зайду еще, заберу свои заказчики. Почти все уже приехали. Что-то у меня сегодня не получается брови нарисовать. Взяла другие новые продукты. И вообще, что-то ничего не идет. Я в последнее время... Ну, мне нравится ухаживать за собой, да? Нравится краситься. Именно делать себе макияжи. Ну, повседневные такие, на которые много времени не уходят. Отвечаю просто на те комментарии, которые мне пишут о том, что... Зачем ты ходишь тогда к визажистам? Делай все сама. Или, например, что маникюр. Если тебе не нравится, как делают, то делай его сама. Конечно, все можно делать самой при желании. Что я раньше и делала. Я раньше и брови сама красила. Сама ресницы делала. Даже ламинирование пыталась сделать. Делала педикюр, маникюр. Все это, то, что можно было сделать дома, я делала дома. Сейчас я так, ну, для себя решила, что я не хочу много, что делать дома. На это занимает много, ну, время. Одно дело, что когда-то мне это доставляло удовольствие, мне это нравилось. Это одно. Мой мозг отдыхал. А если сейчас в это время мой мозг не отдыхает, то для меня это как очередная работа. А так как у меня и так без того много различных задач, и я еще хочу получать удовольствие от жизни, то на это не хочу тратить, скажем так, свой мозг. Поэтому пусть лучше что-то я не буду делать сама, но зато в это время я смогу отдохнуть, посмотреть там сериал. Оказывается, это так круто, сидишь на маникюре, тебе делают ногти, а ты смотришь сериал и больше ничего не делаешь. Ты там не задумываешься, ой, вот здесь нужно форму сделать, вот там нужно форму сделать, чисто так контролируешь процесс. Меня бесит здесь, вот это, видите, жирная муха летает, жужжит, я не могу ее никуда, не туда. Сразу, понятно, лето наступило, кстати, смотрите, какие красивые облака за окном. Решила вот так одеться, в общем, джинсы такие легкие, прям вообще очень классные. И футболка. Я раньше вообще... А что это за белые какие-то пятнышки? А, это просто ткань такая. Я раньше футболки не отпаривала, не гладила, мне казалось. Ну, типа, нафиг на это время тратить. А сейчас я почти все вещи отпариваю, и они смотрятся вообще по-другому, абсолютно. Сегодня должны дать горячую воду, а мне пришлось сейчас самой помыть волосы. Я, кстати, научилась по-другому пользоваться феном, и видите, какой объем создаю теперь. Вот так. А у меня уже розовый цвет смылся полностью. Короче, жесть, я сейчас чуть не заехала на бордюр, представляете, я еду и не контролировала правый бок. И я смотрю на дорогу, смотрю на левый, на перекрестке это было, и заехала, короче, на бордюр. Ну, благо, инструктор вырулил. Я такая думаю, да, сколько еще учиться и учиться. И вот эти все нюансы, где-то я знак не заметила, что здесь, оказывается, одностороннее движение, и я могу нормально, спокойно там ехать или там еще что-то. Короче, это пипец. Нужно везде смотреть, просто как в аквариуме. Но мне все равно нравится водить, и я понимаю, что это просто дело опыта, навыка. И я его буду качать, и, блин, я довольна. Но есть вот такие вот, да, траблы, которые случаются. Об этом я говорю, потому что я думаю, что в этом нет ничего такого. Самое главное, чтобы понимать, где были ошибки, чтобы потом мне чего-то такого не допускать. Так, смотрите, привезли уже клубничку, мама уже ее заморозила, помыла. О, видите, она какая крупная, она спелая и сладкая, прям бордовая. Был вариант еще купить у нас здесь поблизости, она была дешевле, но фиг его знает, она будет вкусной или нет. А здесь я уже знаю, что она вкусная, поэтому вот, очень много заказала. Давай, закрывай. Вау, а здесь, видите, вот она какая свежая клубничка пришла. Да, я решила заказать 5 килограмм, чтобы наесться, объесться, и до отлета на море нужно будет это все съесть. И еще взяла торт. Наполеон. Откруй, покажи. Вкусный. Вот такой тортик Наполеон, я его несколько раз уже брала, он не слишком такой сладкий, не слишком приторный, короче, классный. Буду сегодня объедаться клубникой, да и вообще все, в принципе, потому что в этом сезоне мало ее поели. А, это свежая тынь. Ой, мне так понравилось, как волосы сейчас небрежно легли на лицо. И я сегодня, как видите, накрасила только тушь, и все, больше ничего не красила. Ну, и тоналку сделала. Привыкаю к такому легкому макияжу, потому что в жаре хочу быть тоже красивая, но, скорее всего, не получится. А там будет загар, там вообще без разницы на загаре, у меня кожа, ну, красиво выглядит. Вот, и сейчас, когда челка отросла, я ее могу, видите, пополам делить. Не знаю, я на себя смотрю, мне нравится, как я выгляжу, но такое ощущение, как будто я себя вообще не узнаю с такой прической, с мейком, с другой одеждой. Так, сейчас попью чай, еще поем клубнику, и потом поеду, возможно, еще на один руковождение, ну, посмотрим, короче. Уже забрала все документы, единственное, не получилось заполнить приложение для въезда в страну, но ничего страшного. Говорят, что сейчас это приложение уже не нужно, будем на это надеяться. И я это сделала, огромную чашку клубники засахарила, пусть она стоит, потому что клубнику в России, вот сколько раз покупала, очень редко можно было так засахарить, чтобы она действительно отдала свой сок, была прям такая вот мякоть, как будто, потому что, как будто, ну, знаете, когда яблоко засахаришь, ему вообще по барабану, сахар там есть или нет, сок он особо не дает. И клубника такая была, а здесь прям как в детстве. Прикиньте, я сейчас дверью испортила свои кеды, они такие классные, мягкие, кожаные, и прям такая полоса, придется выбрасывать. А я еще у них на море хотела полететь, но я, наверное, туда полечу и выброшу потом. Я снова за рулем, и теперь каждый раз я себе придумываю какие-то дела, куда нужно именно поехать. Конечно, пока это не далекие дистанции, а чисто так куда-то сходить там забрать что-то, съездить забрать. Потому что если просто так выезжать в город, ну, как-то ты колесишь без особой цели, а когда ты знаешь, ага, тебе нужно вот до туда добраться именно на машине, и ты думаешь, ага, это мне нужно сделать, это как-то легче. Раньше у меня был страх именно самого вождения, то есть мне казалось, вот мы с Викой тоже обсуждали, ей казалось, что все машины едут на меня, что вот все, это неконтролируемо как-то вот это вот все. И сейчас у меня такого страха нет, то есть у меня нет ощущения, да что там говорить, у меня раньше было даже ощущение, что если я сяду вот сюда на место водителя, и я не знала, что куда нажимать, и мне казалось, что если я здесь сижу, машина может внезапно поехать. А если, типа, я сижу со стороны сидения пассажирского, типа, не на моих плечах ответственность, куда поедет там машина. Сейчас же у меня такого нет уже, есть только неуверенность. Но я думаю, что она тоже с опытом пройдет. Я сейчас объелась клубники, потому что настолько сладкой клубники, я уже давно не ела. Последний раз, да, это было в детстве, вот чтобы она прям была мягкая. Сочная, сладкая, прям такая, ну просто таяла во рту, и природная ее сладость, и тогда и сахар тоже как-то хорошо впитывается. И сейчас еще с Викой общалась перед выходом из дома. Уже много дней не могла с ней созвониться, потому что разница во времени 6 часов скорее, а у меня постоянно были какие-то дела, что-то это, то-се, именно днем. То есть когда у меня день, у нее там уже ночь наступает, и мы не могли никак не поговорить, ничего. Вот, созвонились, пообщались, поболтали о том, о сём. И пока сидели, болтали, ко мне пришло, значит, письмо от Тинькова, оказывается, теперь за валютные счета будет взиматься комиссия. Такая, думаю, ну вообще, блин, замечательно. А когда-то в 18-19 году, до всей этой пандемии, до всех этих валютных скачек и так далее, настолько просто все было спокойно, ну если так посмотреть. Но я так вспоминаю те годы, они были, конечно, классные, но я как-то не думаю, знаете, что это были мои лучшие какие-то годы. Нет, потому что тогда я была вот именно на этапе, когда вот мне прям хотелось чего-то, какого-то скачка в своей жизни, чтобы что-то вот поменялось. И помню, тогда ходила просто на все различные тренинги, на это, на то, на сё. Я, кстати, в Инстаграме тоже об этом рассказывала. И когда пошла на один из тренингов, и передо мной сидели две девушки, и там, значит, спикер говорит, поднимите руки, кто там зарабатывает 200-300 тысяч в месяц. Они такие подняли руки, я такая начинаю смеяться и говорить им, ну, кто со мной был, типа, да ну, да как, да где может девушка заработать там 200 тысяч просто так в месяц. Короче, я ржала там до невероятного. Я что хочу сказать, начала от одного, закончила другим, но пока я не верила, так все и было. Но хотела я вообще сказать, что я рада, что я села за руль. Пока что, да, буду вот так вот снимать. Я удивляюсь, конечно, девушкам и женщинам, которые снимают, вот пока едут, они снимают, допустим, видео, там, то, сё, пятое-десятое. До этого мне пока очень-очень далеко. И к этому я не стремлюсь. Я стремлюсь хотя бы к тому, чтобы уверенно ездить, парковаться. И сейчас я именно отрабатываю элементы парковки. То есть у меня уже сегодня был опыт, когда я припарковалась в потоке параллельно, но с помощью инструктора. И сейчас я, когда вот машины просто вот так вот прямо стоят, и я вот задним ходом как бы как типа заезд в гараж отрабатывала. Буду сейчас заканчивать этот влог. Обязательно ставьте палец вверх, смотрите предыдущие влоги. Всем удачи и всем пока-пока.